Всем привет, с вами Галактики и это Castle Story. Ранний доступ, как вы видите, игра появилась в стиме, я её купил. И почувствовал, что немного рановато я её купил, но всё-таки да, это ранний доступ, тут ничего не поспоришь. Но, да, есть игры в раннем доступе и более-более готовые, более играбельные. То есть Castle Story это игра, которая разрабатывается уже довольно долго. Я, по-моему, впервые о ней услышал, ну около года назад, если я не ошибаюсь, вот как-то так. И только сейчас она появилась в раннем доступе и, ну, контента немного маловато в ней. Она такая довольно маленькая пока что. Но, с другой стороны, здесь есть мультиплеер, я не знаю, как он работает и работает ли он на данный момент, но он есть. Значит, что он будет, когда игра выйдет, это точно. Дальше у нас есть два режима, Sandbox и Survival. Sandbox это обычное строительство, у нас одна карта. Кстати, у нас всего лишь одна карта пока что. Но есть, ну, будет тоже редактор мира, то есть мы сможем сами строить всё-всё-всё, карты себе создавать. То есть это будет тоже, может быть, интересно. В режиме Sandbox у нас нет врагов, мы просто строимся, развиваемся. Просто такая, ну, скажем так, строительная, строительная, не градостроительная, замкостроительная стратегия. Вот. И в режиме Survival у нас есть враги. То есть это уже становится больше похоже на Tower Defense. Этот вот режим меня как раз и больше привлёк. Давайте мы начнём как раз играть на нормале. Карта, как я говорил, уже везде одинаковая. То есть Normal, Hard и вот это, по-моему, самый сложный режим, я точно не знаю. Ну и в Sandbox точно такая же карта. Давайте мы загружаем. Начинаем. Начинаем мы с Грузанова. Тут нам дают небольшие подсказочки. И у вас нету шанса выжить. Развлекайтесь в своё удовольствие, пока вас не поубивают. То есть с каждой волной, первая волна у нас приходит через 15 минут. И с каждой волной будет всё сложнее и сложнее игра. То есть сложнее и сложнее будут монстры приходить к нам. Всё их будет больше, больше, больше. Ну, как в Tower Defense. В принципе, здесь ничего особого интересного нет. Хорошо. У нас есть Wood Bob. Это у нас защитник, который будет защищать наших строителей от, пожалуй, от первой волны. Я думаю, он защитит, справится. И есть четверо рабочих, которые у нас строят, которые добывают ресурсы. Давайте мы сразу же двоих отправляем на добычу ресурсов в шахту. Пока они собирают ресурсы в шахте, мы давайте построим... Мы не построим, мы отправим на рубку леса одного из наших рабочих. А второй под именем Тао будет строить склады. Склады для... Давайте один склад мы построим здесь пока что для камней. И один склад построим здесь для дерева. Дерево рубится. Рубится с одного дерева. У нас получается три бревна. Да, они падают вниз. Давайте мы посмотрим так как-то в общем на нашу карту. Можно далеко-далеко отодвинуть. Очень удобно. И вот такая вот у нас карта. Мы в космосе. У нас какой-то остров. Не в космосе. Да, где-то. Где-то в небе. Вот такой вот у нас остров. Игра воксельная. У нас... Всё очень красиво, хорошо разрушается. Всё очень классно взрывается. То есть всё-всё-всё состоит здесь из маленьких вокселей. Так, хорошо. Давайте мы продолжим строительство. Потому что у нас тут уже... Уже беда. Уже беда. И... Так, так, так. Нет, нет, нет. Блин. Не смог, не успел. Так. Ты как-то можешь? Нет, он уже никак не может. Ладно, придётся тогда делать склад вот таким вот образом. Здесь как-то организовывать. Я хотел немного сделать по-другому. Но ладно. Ладно. По-другому, видимо, уже не выйдет. Хотя, может быть, и выйдет. Давайте сделаем вот здесь вот. Ага, ещё и здесь я разместил неправильно. Так. Мне вот, честно, не очень нравится вот такая вот система от отдачи приказов через правый клик. Я даже не сразу понял. Тут не кликать надо правой клавишей, а зажать её немножечко на земле. Не сразу понял, если честно, как это работает. Как же отдавать приказы? И как выбирать там разные блоки, которые мы будем строить? Ну, в принципе, со временем разобрался. Не сложно. Не особо сложно. Давайте вот здесь вот ещё поставим немного склада. Попробуем. Но у нас, наверное, не получится. Мы не успеем опустошить. Хотя, давайте выключим. Ага, вот так вот выключается. Окей. И автопополнение тоже мы уберём. Хорошо. Вот этот блок у нас уже не будет ничем заполняться. И давайте мы попробуем его разрушить. У нас что-то не получается. Его разрушить. Как разрушать блоки, я так и не понял, честно. То есть, как вот убрать? Вот я, например, не нужен. Не нужно вот это вот складское место. Не нужно, не хочу. Хочу, чтобы здесь было складское место. Как мне его убрать? Честно, я не понял. Но не суть. Главное, что у нас склад есть для камней. Есть. Давайте мы таки немножко расширим склад для дерева. Так, select workers. Как-то... А, вот всё, правильно. Уже сразу. Давайте здесь построим немного склада именно для дерева. Вот. И скажем, чтобы нам сюда не носили... Не носили... Так. Всё, всё, всё. Отменить. Скажем, чтобы нам сюда не носили камень. Нам здесь камень не надо. Это чисто склад будет под дерево. Которое всё падает-падает вниз нашего острова. Ну, окей. Хорошо. И у нас есть уже немного камня. Немного совсем. Но вот этот вот всё-таки мне он мешает очень сильно. Я бы даже сказал... А, вот, переработать. Вот, отлично. Я уже понял. Переработать. Есть у нас такой режим. Отлично. Мы убрали. Всё. Теперь можем на этом месте строить всё, что угодно. И что мы будем строить? Естественно, будем строить стены. Или же даже не стены, а пока что, может быть, башенку построим. Потому что... Или всё-таки стены. Давайте стены, а потом уже вокруг стен башенку будем делать. Давайте мы как-то так... Они... Искусственный интеллект слабоват. Весьма слабоват. У наших... Как они называются? Бриклинги, если я не ошибаюсь. Давайте назначим бриклинга на строительство. И продолжим, продолжим строить. Так. Вот как-то так. Я думаю, хватит. Достаточно. Здесь мы сделаем два блока. Вот так вот так. Два блока. Да, отлично. Два, три. Давайте так, чтобы симметричненько у нас было. Пусть у нас склад не очень симметрично получился, но всё остальное мы сделаем более-менее симметрично. Вот так вот. Хорошо. У нас есть уже какое-то количество дерева. Теперь можно отправить вот этого товарища в шахту. Ну, давайте мы его отправим. У нас есть ещё одна шахта вот здесь вот. Мы можем нанимать новых рабочих и новых боевых юнитов через этот вот кристалл. Сейчас мы уже можем нанять, да? Потому что у нас хватает энергии. Энергия набирается с помощью синих кристаллов, которые, по-моему, иногда выпадают из убитых врагов. Из убитых вообще, по-моему, наших тоже ребят. И собираются в шахте. Вот они, синие кристаллы. Также есть жёлтые кристаллы, из которых мы сможем сделать разные фонари. Вот летает вот эта энергия, которая как раз и потратится сейчас, по-моему, на строительство. Не на строительство, а на производство, скажем так, на спаун. Кого мы сделаем? Давайте мы всё-таки лучника сделаем, кажется. Или рабочего ещё одного. Даже не знаю. Такой сложный выбор на самом деле. С другой стороны 7 минут. Давайте рабочего одного. Первая волна у нас будет небольшая. Вот мы видели этот маленький висп. Полетел вот сюда. И это у нас стал рабочий. И рабочего мы отправим тоже на шахту. Вот на эту же опять. По два рабочих на каждой шахте. И один строитель, который будет строить, строить, строить. Нам оборону. Через блоки в один блок, высоту один блок, наши, да и не только наши юниты, вражеские тоже могут перелазить спокойно, без каких-либо проблем. Поэтому надо тут как-то уже строить всё повыше. Повыше. По-моему, они в высоту 2. Хотя, по-моему, даже не в 2, а, наверное. Или в 2. Наверное, всё-таки в 2 блока. Точно так же в высоту, как и в Майнкрафте. Так, хорошо. Появились камни. Как появляются камни? Каменные вот эти вот кирпичи, да, скажем так, ну или каменные блоки. У нас сначала наши рабочие приносят просто камень. И когда набирается определённое количество, предположительно 80, тогда у нас получается 4 камни. То есть идёт по 20 мелких камней. Вот 40 сейчас на данный момент есть. По 20 мелких камней, но на один вот такой вот блок. Жалко, что они, конечно, несут все эти камни в разные склады. И они ещё передают. Вот у них-то, они ещё постоянно передают друг другу блоки, которые надо принести. Вот только что вот этому передали мешок с камнями. Сейчас заполнится уже этот. В принципе, в остальных можно было бы подключать как-то, например, да, чтобы дерево нам не приносили сюда. И камень просто выключить, чтобы в несколько этих... Ну, с другой стороны, с другой стороны, пусть носят. Пусть носят камни. Здесь посмотрим. У нас 12% набралось энергии для производства какого-то юнита. Так, тут осталось ещё буквально парочку блоков, и у нас уже какое-то основание, скажем так, крепости заложено. Вот ещё один сюда, точнее два надо, но не суть. Так, хорошо. Давайте пока у нас идёт вот тут строительство, мы построим... Так, 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 так. Ага, вот всё нормально. Или... Нет, всё-таки не хочу я так делать. Поставим, давайте здесь дверь поставим, всё-таки, наверное, да? Для того, чтобы поставить здесь дверь, по-моему, нужно, чтобы было... Или давайте мы сейчас как раз поставим дверь, потом уже посмотрим, что нужно для того, чтобы дверь... Дверь стояла, вот она дверь. Ага, вот так вот она устанавливается. Ага, открывается вот так вот наружу, скажем. Или наоборот, вовнутрь пусть открывается. Окей. По-моему, это без разницы, куда она открывается, я надеюсь, что без разницы. Давайте мы его отправим пока что на строительство двери. Дверь у нас тоже каменная, что ли? А, и камень и дерево расходуются. Хорошо. И сейчас мы заполним вот эти вот пространства. О, отлично. Как мы их заполним? Так, ты отправляешься сюда. А здесь... Вот у нас включился режим строительства. Уже не поставлю я сюда блоки деревянные, значит, надо ставить... Что? Я уже сюда ничего не поставлю? А, нет, вот только что можно было поставить. Вот, вот так вот. А деревянные я не могу уже установить сюда. Не могу. Ну, хорошо. Не проблема совершенно. Вот так вот делаем. Вот так вот. Дверки открываются. Всё, в принципе, удобно. И здесь вот так вот усиляем. Вот это дело. А сверху... Здесь вот так вот тоже сделаем. Он сможет забраться сюда. А сверху нам нужно поставить арку. Арку вот так вот она делается. И с другой стороны. О, отлично. Отлично. Так, он, по идее, должен забраться. Должно у него получиться... Нет. Не получится у него забраться, так как я хотел... К сожалению. То есть вот так вот он не сможет залезть. Ну, ладно. Ну, тогда... Тогда... По бокам я всё равно хотел сделать... Что-то типа... Башенок. Давайте такие сделаем. Вот так вот. Как я тут делал? Чтобы более прочно так казалось, во всяком случае. А здесь немного не так. Ну, ладно. Не столь важно. Сейчас вот они спокойно перелазят через этот уровень. А когда мы сделаем второй, то уже спокойно перелазить они не смогут. И у нас осталась одна минута до того, как придут враги. Первые враги наши. Что? Что? Блин, что я сделал? Это везде были арки. А я не заметил. Сверху не заметил. Кошмар. Ладно. Никто не заметит, я думаю. Надеюсь. Надеюсь. С другой стороны, можно их переработать. И быстренько нажать отмену сейчас. Отмену. Так. Где вообще? Отмена. Отмена. Оп. Все. Отменили. Так. Меня немножечко отвлекли. У нас теперь уже времени гораздо меньше. Сейчас вот уже на нас должны напасть. Что желательно сделать? Сразу нажать кнопочку Recall Workers. И все наши рабочие сейчас, по идее, должны вернуться сюда, вовнутрь. По идее. Но что-то далеко не все решили это сделать. Давайте отзываем. Пока мы можем... Ага. Все. Первые враги пошли. Отлично. Одного убили. Давай-давай-давай, вовнутрь заходи. Нет. Нет. Уходи, уходи, уходи. Нет. Уходи, уходи, уходи. Сейчас быстренько. Уходим, уходим. Отлично. Все. Первый... Нет. Еще где-то... Есть один, по идее. Да? Враг написано, что один еще есть. Но в любом случае, через 10 минут к нам придут уже следующие враги. Поэтому давайте мы как-то отправляем на шахты. На шахты. Всех на шахты. Отлично. Здесь мы пока что можем сделать еще одного рабочего. Ну... Давайте. Все-таки сделаем еще одного рабочего. А потом уже лучника. И этого рабочего мы... Куда отправим? Кстати, дерево закончилось. Почему-то закончилось все дерево. Я не знаю почему. Ну, давайте сейчас здесь уберем... Древесину. Складирование. Древесины. Выключаем, выключаем. Выключ... Тут у меня было выключено складывать камни. Что вы делаете? Ага. Я просто загрузился из-за того, что меня отвлекли. И все вот эти указания, все... Просто-напросто пропали. То есть это вот тоже вот такой вот минус небольшой раннего доступа. Еще довольно много багов в игре на данный момент. Так. Теперь. Теперь. Давайте мы... Кстати, можно сделать по-другому. Да? Вот так вот. Нет. Нельзя. С блоками так нельзя. С блоками можно вот так вот сделать. Поломать. Поломать. Хотя музыка, по-моему, еще звучит, как будто бы на самом деле. Вот враг еще один типа тут. Так. Поломать. Давайте этому тоже дадим поломать. Пусть все рушит эти полублоки. Они нам сейчас не нужны. Так. Ну, чтобы все красиво уже было, давайте так строить. Так строить уж нормально. По-человечески. Пусть все рушит эти полублоки. Поломать. Поломать. Ну, отлично. И здесь уже с камень складывать больше не будут. Хорошо. Так. А ты у нас ломать не можешь, нет? Нет. Не может. Ничего у нас не может. Боин наш. Так. Поломать. А здесь кирпичик у нас лежит, стоит. Как-то он светится еще подозрительно. И как-то он немного не в тему здесь, по-моему. Как-то странно. Так. Ага. Этот просто лежит. Он его кто-то бросил. Иди. Просто отнеси его. Отнеси его на склад. Так. Ломаем. Все. Ломать не строить. Мы с этим быстренько справились. Теперь. Теперь. Отлично. Все. Теперь, теперь, теперь. Быстренько выбираем режим строительства. У нас как раз уже блоков довольно много здесь. Давайте. Мы наконец-то что-то уже построим. Так. И. Я думаю этого хватит. Вот такой высоты. По идее. Вот так вот сделаем. Ну. Все как-то немного. Неправильно, конечно. Из меня плохой строитель. Но. Так. Правильно. Это у нас обычные блоки. Да? Да. Обычные нормальные блоки. Давайте отправляем сюда одного работника, второго работника. И. Теперь построим здесь лестничку. 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 Или даже нет, не лестничку. Давайте здесь мы построим дополнительную стеночку. Пожалуй. Вот так вот. Как-то так. Не знаю. Здесь. Вот так, допустим. Давайте хотя бы с одной стороны что-то типа башенки мы оформим. Потом пойдем уже на вторую сторону. Я вот это вот зря начал сейчас. Затеял, да? Ну окей. Так. Пока что блоки. Давайте вот так вот сюда устанавливаем. И теперь лестницу. Лестницу. Как мы будем делать лестницу? Наверное. Отсюда вот как-то. Пожалуй. Как у нас будет высоко лестница? Вот так вот допустим, да? Здесь нам надо поставить блок. Теперь можем поставить вот здесь лестницу. Теперь поставить нужно полублок. И можем поставить вот здесь лестницу. А дальше уже продолжаем строить... Продолжаем строить что-то типа башенки вот тут. Вот так. Вот так. Строитель из меня не ахти. Хотя вот, в принципе, нормально. А здесь нам нужно как раз уже построить арку. Арку. И может быть сейчас какой-нибудь здесь переходик получится организовать. Наверное. Наверное не получится. Давайте построим арку для начала. Вот так вот. Первую. А потом вторую сможем сделать. Сейчас посмотрим. О, отлично. Отлично. Так. И... О! Хорошо. То есть теперь они смогут, мои юниты, запираться на вот эту вот стенку. Здесь будут бегать лучники у меня. Отстреливаться. А сзади сделаем просто более высокую. В один блок. Ну, для начала. А там посмотрим. Так. Хорошо. Осталось... Осталось лучника где-то раздобыть. Всего-навсего. Все. Теперь у нас загвоздка в ресурсах. Давайте мы отправим пока что моих строителей, наверное, обоих, на добычу. Так будет быстрее. Хотя бы там пару раз принесут они ресурсы. Потом уже будем строить. Пока что мы никого нанять не можем. 33% готово. Но, то есть, в ресурсах нам не хватает кристаллов. То есть, выкапывают кристаллы. Вот, вот, синенькие кристальчики. Да, я показывал, по-моему. Надеюсь. Как-то плохо. Очень редко выкапывают кристаллы. Так. Хорошо. Вот почему-то я сюда не мог выгрузить свои камни. Так. Как-то плоховастенько, плоховастенько. Может, ты сюда догрузишь уже, да, полностью? Я надеюсь. Нет. О, о. О, и кристаллы. Да? Да, отлично. Кристаллы. У него даже еще камни немного, по-моему, осталось. Так. Сколько? Сколько? 75%. То есть, нужно еще... О, отлично. 100% докопали. Теперь можно лучника забецать здесь. Он, кстати, сразу здесь и оказался сверху. Давайте мы его еще выше засуним. Вот так вот. Будет с самого вверху стоять. Отлично. Все. Сейчас мы уже здесь организуем такой небольшой мостик. И наш лучник Маршал. Маршал будет всех отстреливать. Как раз, в принципе, неплохо так у нас получается. Осталось сделать здесь повыше, в один блок хотя бы, да. И уже будет совсем другое дело. Ну, это всего лишь первая линия обороны. Нам этого хватит совсем-совсем ненадолго. Потом нужно будет строить катапульты. Показывал я катапульт? Наверное, не показывал. Я не помню. Катапульты. Вот они. Вот такие здоровые, серьезные махины. Я пока не понял, как им управлять. То есть, чем они стреляют. Вроде написано бочками. Ну, я не понял пока что. С бочками у меня, да, был экцидент. Все по чертям взорвалось. Когда я начал пытаться что-то сделать с бочками. Так. Пошла волна. Давайте мы всех собираем здесь. Все бросайте. Все, все бросайте. Все свои ресурсы. И бегите. Бегите домой. Отлично. Лучник хорошо отстреливается. Очень хорошо отстреливается. Но, по-моему, кто-то у нас умер. Я честно не знаю. Не уверен, что у нас... Все выжили, ребята. Так. По-моему, где-то, да, мы одного потеряли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Получается. Ладно. Один у нас строит. Двое идут копать. Этот тоже идет копать. Что строит этот? Он тут немного задумался, да, о жизни нелегкой. Блин. Все-таки где-то, кажется, мы еще одного потеряли. Чувака. Или его убили, или таким бы просто потеряли где-то. Так. Хорошо. Строим. 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 Здесь нам тоже такую же лестничку надо бы сделать с этой стороны, чтобы было удобно заходить всем. Вот так вот. Теперь блок. Теперь лестничку и полублок. Нет. Нет. Все, я отменил. Я отменил. Нормально? Нормально отменил. Хорошо. Так. Полублок. Аккуратненько выставили. Хорошо. И теперь лестничку сверху. Все. Теперь баррикады здесь какие-то надо организовать поплотнее. Вот так вот, да? Похоже, да. Отлично. Вот тут. Неплохо получилось. Хотя, относительно неплохо. Лучше полублоками, мне кажется, да? Так прочнее, наверное, будет. Вот таким вот образом. Окей. И стеночка у нас уже тут кое-какая есть. И, наверное, я пойду, естественно, у нас, да, есть возвышенность небольшая, откуда наш лучник хорошо будет стрелять. И лучше теперь организовать оборону именно вот по кругу нашей крепости. Потому что именно этого мне как раз и не хватает, чтобы монстры не смогли вот так вот залезть. Они будут долбиться, пытаться пролезть через двери, по идее, как я понимаю. Вот. Так, это уже третья волна. Что-то я заигрался, очень заигрался. Шесть минут. Шесть минут. Ну, ладно, ребята, всё. На этом я серию закончу. А то долгое очень получается. На самом-то деле, если вам интересно продолжение, хотите увидеть, да, как я тут пытаюсь организовать оборону и как я тут обороняюсь, то вы оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам, да, понравилось это видео. И я подумаю, подумаю о продолжении. Так, заглючил у нас чувак. Всё, теперь разглючил. Нет, не похоже, чтобы он разглючил. По-моему, он то ли золото собрал, тут два варианта, то ли ещё что-то. Ну, ладно, всё, ребята, да, я на этом сохраняюсь. Сохраняюсь. Давайте новый сейв, единичку и сохраняемся. Всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Конечно же, если вам игра эта будет интересна. Субтитры сделал DimaTorzok